Еще раз спасибо всем, кто присоединился. Я начну с коротких ремарок про то, почему мы вообще решили сделать это исследование, какой контекст, какой бэкграунд и почему, мне кажется, это важным. Ну, надеюсь, что не только мне. Что обуславливает вообще интерес к этой теме? Ну, во-первых, мы все знаем, что роль цифровых инструментов в 2020 году значительно выросла. Мы говорим не только про соцсети, мы говорим не только про обычную политическую коммуникацию, которая часто присутствует в электральных кампаниях и протестных эпизодах в разных странах. Но мы также говорим про какие-то новые цифровые инструменты, которые выросли в белорусской электоральной компании. Это приложение для голосования, это мобилизация граждан через мессенджерные платформы, такие как Телеграм, это различные чат-боты и многие-многие другие цифровые инструменты, которые значительно расширили арсенал цифровых инструментов, которые использовались во время кампании. И если в 2020 году цифровизация была ориентирована не только на создание безопасной площадки, но и на оптимизацию мобилизации, то сегодня цифровые площадки, по сути, являются единственным таким способом открытого и наиболее безопасного способа коммуникации между белорусами в стране. Но, конечно, не имеют больше той силы, той роли, которую они имели в 2020 году, в том смысле, что мобилизировать граждан с помощью цифровых инструментов для оффлайн-действий сегодня намного сложнее, ввиду понятных нам причин репрессий и реакции со стороны государства. Кроме того, мы наблюдаем, что в последние годы белорусский режим системно ограничивает цифровое пространство через законодательные ограничения, либо через какую-то хаотичную имплементацию уже существующих законодательных мер и через точные репрессии, которые, в принципе, не обосновываются ни законодательством, ни какой-то политической риторикой. Ну и после 2020 года мы заметили, что белорусский режим активно использует цифровые площадки, используют разные цифровые площадки, в том числе YouTube и многие другие, которые не затронуты в этом исследовании. Мы решили посмотреть на две, поэтому отсюда можно уже сделать ремарку, что методология этого исследования в первую очередь качественная, исследование само по себе эксплуатативное, нацелено на то, чтобы понять вообще, какие есть тренды, что можно нащупать, что можно изучить немножко глубже в будущем. И поэтому мы решили сфокусироваться на двух платформах. Телеграм, который стал достаточно новой площадкой для прорежимных спикеров уже после протестов 2020 года. То есть режим постепенно входил на те площадки, которые были популярными среди оппозиционного движения демократических сил. Ну и основные формы, основные стратегии, которые использовались режимом, это дискредитация, запугивание оппонентов, распространение политической идеологии, провластных нарративов. Это все свидетельствует о расширении цифрового поля для политической коммуникации, которая может быть заметна, если посмотреть на вот эти соцсети и мессенджговые платформы за последние несколько лет. Двигаемся дальше. Ввиду этого всего, у нас было несколько основных интересов в этом исследовании. Во-первых, есть ли будущее у политических инициатив, которые сегодня работают онлайн? В чем основные риски и преимущества цифровой коммуникации в политике? Каким образом ограничивается цифровое пространство в Беларуси? А также мы хотели посмотреть, какие формы коммуникации и какие нарративы преобладают в продемократическом и прорежимном сегменте Телеграма и ТикТока. Двигаемся дальше. Вкратце, о чем это исследование? В нем есть четыре части. Первая часть отвечает на вопрос о том, как работают гражданские и политические проекты онлайн, какое их будущее, или скорее суммируют рассуждения экспертов и самих инициатив. Вторая часть фокусируется на изучении мнения про демократических белорусов, как они видят вообще будущее этих цифровых проектов и их вклад в политические изменения в Беларуси. Также мы хотели узнать, какие ограничения ставит белорусское законодательство в цифровом пространстве. Ну и последняя часть является таким мониторингом, опять же, эксплуатативным мониторингом двух социальных сетей Телеграма и ТикТока. Вернее, двух платформ Телеграма и ТикТока. И мы хотели посмотреть, какие основные политические нарративы и формы подачи контента видны, заметны на этих платформах. Для того, чтобы провести это исследование, эти четыре части, мы провели интервью с 12 активистами, политиками, медиаэкспертами и политическими аналитиками. Соответственно, посмотрели на сторону создателей этих платформ и на людей, которые их могут критически оценивать благодаря своей экспертизе. Мы провели опрос про демократических белорусов в Беларуси, используя площадку народного опроса. Также мы сделали небольшой такой качественный обзор белорусского законодательства. И в последней части мы провели 12-недельный мониторинг нарративов про режимных и про демократических спикеров Телеграма и ТикТока. Буду переходить к первой части. Первая часть — мнение представителей цифровых инициатив, экспертов и аналитиков. Понятно, что, читая исследования, вы найдете намного больше мнений и каких-то тезисов, которые можно по этой части сказать. Но я выделила четыре основных тезиса. Во-первых, почти все инициативы позиционируют себя как не политические, а скорее гражданские. То есть все цифровые инициативы, под которыми мы понимаем в первую очередь проекты, которые используют цифровые инструменты, такие как боты, краудфандинг, социальные сети и так далее, для коммуникации и активации людей. Ну, например, можно тут сказать такие примеры, как движение большинства, байсол, честные люди, кибер-партизаны и так далее. То есть это не обязательно инициативы, которые ставят целью изменения политической ситуации. Это скорее инициативы, которые пытаются как-то ангажировать белорусов для действия или для каких-то других онлайн-активностей. Вот. И представители этих инициатив, в принципе, не называют себя политическими, не считают, что они выполняют политические какие-то цели. Но при этом были две инициативы среди нами опрошенных, которые четко артикулируют свою политическую амбицию. Во-первых, это инициатива кибер-партизаны, которые говорят, что решение политических и социальных задач, в их случае, это самое главное смещение незаконного, нелегативного режима Лукашенко. Ну и партия вместе, которая ставит целью регистрацию партии и участие в политическом процессе. То есть в достаточно узком понимании политики как прямого политического действия обозначились две инициативы. Остальные скорее называют себя либо медийными, либо гражданскими проектами, либо образовательными, которые хотят заниматься, опять же, активацией граждан Белоруссии или диаспоры. Второй тезис заключается в том, что в отличие от... Не в отличие, а как раз-таки тут совпадают мнения, потому что эксперты не считают политическим фактически ни один из проектов, про который мы говорили, а также не считают таковым кибер-партизанов, которые декларируют такую яркую политическую амбицию, но при этом видят потенциал, например, в координационном совете и говорят, что если в координационном совете будет какая-то система, какой-то сервис, где можно посмотреть информацию обо всех членах совета, кто выдвигает какие инициативы, кто голосует, кто вступает в какие-то фракции, то это может стать интересным таким вот инструментом. Эту позицию отмечали многие эксперты, на самом деле, приводили именно координационный совет как пример такого проекта, который можно назвать цифровым и одновременно политическим. В целом цифровые проекты отражают запрос общества, считают создателей инициатив и являются таким мостом связи между белорусами в стране и в эмиграции. Ну и я назвала это тренировочной базой, возможно, немножко обобщенной неправильно, но суть заключается в том, что цифровые инициативы верят в то, что в нынешний момент, пока мы не имеем прямого влияния на ситуацию в Беларуси, белорусы за границей, например, могут практиковать свои навыки и пытаться как-то приобрести новые навыки и знания о том, как вообще в будущем можно организовывать гражданскую и политическую деятельность в стране. Очень важно, и то, что уже Кристофер говорил в самом начале, проекты не выживают без ценностной базы, без каких-то центральных концептов и базовых идей, которые заложены в основу этих проектов. То есть эксперты, практически каждый из запрошенных нами экспертов, отмечал, что сами по себе эти проекты не могут изменять власть без классического оффлайнового активизма или политической борьбы, ну и, соответственно, не могут заменить эффект оффлайн-политических действий. Я думаю, в принципе, мы, конечно, с этим все согласны, в смысле это достаточно очевидный тезис, но при этом эксперты развивают эту мысль до того, что несмотря на то, что сегодня мы работаем как бы в демократические силы и работают в условиях цифровых инструментов, да, цифровой платформы какой-то, на этих площадках все равно можно пробовать продвигать какие-то ценности и помогать продумывать активности оффлайн, которые в том числе могут быть нишевыми, да. То есть эксперты отмечают, что сегодня мы входим в такую эпоху суббрендов и что, учитывая приобретение многими инициативами статуса экстремистов и других статусов, очень важно пробовать точечно достигать отдельных групп в Беларуси с помощью построения нишевых и, может быть, где-то партизанских проектов ну и иметь агентов влияния внутри страны, пытаться, опять же, как отмечают эксперты, насыщать смыслами любые политические и гражданские онлайн-инициативы. Переходим ко второй части, и это опрос среди продемократических белорусов. Народный опрос помог нам провести анкетирование. Это было 1200 человек, 95% из которых на момент опроса находились в Беларуси. Более подробно про методологию и этой части, и вообще всех частей вы сможете почитать уже непосредственно в исследовании. Там все очень подробно расписано, но коротко, да, тут, наверное, главное подчеркнуть, что это аудитория, которая лояльна демократическим силам, начиная с 2020 года, и, в принципе, поддерживает любую инициативу, связанную с демократическими изменениями в Беларуси. 95% аудитории находится внутри страны. Мы задали вопросы вообще в целом о том, как видят деятельность цифровых проектов про демократические беларусы. Ну и на экране вы можете видеть график, что достаточно большую поддержку в плане полезности, определения как полезной. Про демократические беларусы видят в инициативах киберпартизаны, белорусских гаюн, байсо-байпол, немножко меньше у приложения Новой Беларуси и движения большинства, например. Ну и также мы задали вопросы, в каких инициативах люди принимали непосредственное участие. Мы видим, что достаточно большое количество людей не хочет делиться этой информацией. И достаточно много, достаточно интересная корреляция есть между, например, такими инициативами, как киберпартизаны, обратная какая-то корреляция, в которой мы видим, что люди оценивают деятельность их как полезную, но при этом достаточно малое количество людей принимало активность в деятельности этих инициатив. То есть вот около 5%. То же самое по поводу байпола. Но в целом также есть какие-то инициативы, которые белорусы не отметили, как полезная, например, правозащитный центр «Весна», но при этом активно принимают участие в нем около 10% опрошенных. Кроме того, предложили отреагировать на некоторые высказывания, связанные с тем, как можно вообще оценить роль цифровых технологий в решении политических задач. В принципе, тут они делятся на два таких более позитивных и два более негативных высказывания. 70% опрошенных согласились с тем, что цифровые платформы являются хорошим инструментом для того, чтобы связываться, настраивать связь между белорусами, которые уехали, и белорусами, которые остались в стране. Немножко с другого угла больше половины опрошенных видят пользу цифровых инструментов в том плане, что демократические силы, по их мнению, используют максимальное количество доступных инструментов, и онлайн — это самая безопасная форма для их деятельности. Ну и более 40% говорят о том, что демократическим силам стоит уже задуматься о том, как нужно действовать в оффлайне, какие еще можно формы придумать, например, партизанские акции или волонтерские проекты. Ну и 16% говорят о том, что большая часть белорусской политики сегодня происходит онлайн и не имеет ничего общего с реальной политикой. То есть это немножко такое мнение, которое скорее отражает, вот эти два последние мнения отражают скорее позицию экспертов. Ну и в целом, как один из последних вопросов, который я здесь покажу, это вопрос о том, могут ли вообще цифровые проекты повлиять на изменение политической ситуации в стране. Ну и мы видим, что половина верит, что есть определенное влияние, что либо определенно могут, либо скорее могут повлиять на изменение политической ситуации. Ну и немножко меньше, около третьей считают, что такие изменения невозможны благодаря цифровым инициативам. Но также очень важно отметить, что у пятой части нет мнения по этому поводу. Мы переходим к четвертой части. Третью я пропускаю просто ввиду экономии времени, но с ней можно ознакомиться будет в самом тексте исследования. Это обзор законодательства, и сейчас мы поговорим немножко про мониторинг нарративов, про демократических и про режимных спикеров. Цель данного мониторинга была вообще посмотреть, какие политические нарративы и стратегии используют про демократические и про режимные спикеры, какие формы контента преобладают. И выборка более подробно описана в методе. В целом мы руководствовались тем, что выбирали самые популярные, значимые или качественные каналы и аккаунты. Мы выбрали 35 про режимных телеграм-каналов, 35 про демократических, 35 про режимных тикток-аккаунтов, 26 про демократических, и еще дополнительно 50 самых популярных тикток-хэштегов. Тут важно, конечно, сказать, это более четко отражено, опять же, в полном тексте исследования, что очень большое количество контента в тиктоке распространяется не каналами конкретными, за которыми стоят политические инициативы, а индивидуальными аккаунтами, которые могут внешне казаться как аккаунты, не имеющие никакого отношения к политике, но при этом в них часто появляются такие вот видео, например, в поддержку Лукашенко или в поддержку демократических сил. То есть их скорее можно относить либо к индивидуальным продюсерам контента, либо к коллективным, но при этом не политическим. Опять же, всю выборку, абсолютно каждый канал, каждый хэштег с пояснениями вы можете увидеть в приложении самого исследования. Мы переходим к основным нарративам. Я думаю, что это, с одной стороны, достаточно очевидно, с другой стороны, интересно посмотреть на то, что именно вот эти нарративы были основополагающими, то есть нарративы, которые мы замечали, мы фиксировали каждую неделю и на протяжении 12 недель наблюдали за тем, как они изменялись. Ну и по факту, по ходу выделялись нарративы, которые постоянно присутствовали. То есть каждую неделю на протяжении периода анализа демократические силы и продемократические спикеры выдвигали следующие как бы тезисы, которые публиковались в ТикТоке и в Телеграме. То есть экономика ухудшается, фокус на экономике, объяснение, почему она ухудшается, как в этом виноват Лукашенко и так далее. Другой большой такой нарратив о том, что белорусы поддерживают Украину, при этом Россия — это политический, идеологический и исторический враг Беларуси. Кроме того, достаточно активно продвигался нарратив о том, что будущее белорусов в Европе, Запад поддерживает белорусов, и вообще-то белорусам нужен здоровый национализм. Это также было связано с реакциями на то, что прорежимные спикеры достаточно сильно оказывали, проводили такую политику против БЧБ-флага, и как раз-таки в этот период было зафиксировано движение вот эти против латинки, и латиницы против каких-то польских кладбищ и так далее. То есть ответом на это у демократических сил стало то, что нужно защищать все-таки наше белорусское. Кроме того, конечно, упоминались репрессии, упоминалось то, что расширяется их демография, увеличивается давление на уже тех, кто находится в тюрьме. Ну и один опять же из центральных нарративов — это обвинение Лукашенко во всем, что происходит сегодня в Беларуси. Он диктатор, он угроза Беларуси, не гарант стабильности и вообще военный преступник. Опять же подчеркну, что это основополагающие нарративы в приложении самого текста, вы можете найти нарративы, которые были на каждой неделе, то есть подробно описаны центральные нарративы с каждой недели периода анализа. Среди прорежимных каналов и аккаунтов, наверное, было бы корректно сказать, опять же доминируют такие идеологические нарративы в первую очередь. Было много видео и высказываний по поводу БЧБ-флага. БЧБ-флаг не наш, а нацистский, имеет такую плохую историю, нужно все нацистское уничтожать, включая латиницу, и вообще БЧБшники должны быть в тюрьме. Я подчеркну, что это не мои слова на всякий случай, что это риторика, которая используется в прорежимных каналах. Оппозиция в расколе, Запад финансирует Тихановскую и таким образом давит на Беларусь, а ядерное оружие усиливает позиции Беларусь. Конечно же, Лукашенко гарант независимости и стабильности, а в то же время западные страны в кризисе тянут с собой Украину, ею манипулируют. Украина была с нами, имеется в виду здесь с нами, как в таком широком региональном идеологическом смысле, а сегодня стала нашим врагом. В то же время Россия – партнер и старший брат. Вместе мы пройдем через войну и санкции. Такие нарративы, на самом деле, можно было бы намного более подробно описывать, но для общего понимания вот их можно назвать основополагающими. И, конечно же, я думаю, важно отметить здесь еще один момент нарратив, который касается того, что западные страны в кризисе. И в целом это касалось какого-то обзора на события, внутренние события, которые были во Франции, в Польше, в Литве, и реакция на них с целью показать, что вот, как бы, посмотрите, там все не так хорошо, и поэтому Беларусь не самая плохая страна, на самом деле везде все плохо, а там, на самом деле, еще все хуже, потому что ценности на Западе совсем другие, и они не совпадают с нашими. То есть примерно такой контекст этих нарративов. Опять же, все это связано очень сильно с формами контента, с формами подачи информации, но перед этим я расскажу еще немножко про стратегии, да, то есть про, как бы, что можно вообще сказать еще общего такого про эти нарративы. Во-первых, для обоих лагерей, которые мы рассматривали, характерна стратегия дискредитации политических оппонентов, то есть как можно больше сказать, такой black companion, сказать как можно больше плохого про своего политического оппонента, и тут выбираются и самые центральные фигуры, там, условно, Лукашенко и Тихановская, и самые маленькие, и мелкие конфликты обсуждаются, и так далее, но основная, как бы, локомотив этого всего движения заключается в том, чтобы дискредитировать своего оппонента. Также идеологические нарративы. Очень важная такая вот линия в этом мониторинге. Много разные, вот два лагеря говорили про истоки государства, условно, где начинается Беларусь, в ВКЛ или в Советском Союзе, что значит БЧБ-флаг, это нацистский или все-таки флаг свободы, язык и культура, опять же, слишком много белорусского или слишком мало белорусского, роль Советского Союза, отношение к русской и западным культурам, ну и также в прорежимных каналах, что нас достаточно удивило, но это пока что не какой-то основательный, а не основательный вывод, а скорее подумать на будущее для исследований, насколько сильно присутствует тема религии в прорежимных каналах, какой-то вот православной церкви, христианство в целом и вот как бы воспитание в религиозных ценностях, это достаточно тоже такой немножко неожиданный был для нас результат. Понятно, что война в Украине была таким центральным событием, через которое очень многие нарративы формулировались, то есть все, что можно было привязать к войне в Украине, оба политических лагеря делали, это было также привязано к таким точным событиям, как мятеж Пригожина, начало контрнаступа украинского и к похожим событиям. Еще одна линия, по которой можно проследить вообще разницу в нарративах, это стратегическое партнерство. Мы друзья с Западом или мы друзья с Востоком, на что вообще стоит ориентироваться? У демократических спикеров стала достаточно явным, такая артикулированная ориентация на Европейский Союз, на Запад, ну и, понятно, у прорежимных на Россию и вообще на Восток в целом. Ну и интересно тоже, что роль лидера описывалась совершенно по-разному, то есть мы видим, что у прорежимных спикеров Лукашенко имеет очень сильный вес, как отдельная фигура, то есть он подчеркивается в очень большой части контента, позиционируется как гарант стабильности, независимости, залог будущего, то есть любые успехи, то есть любая какая-то, любые достижения в стране пытаются привязать к заслугам Лукашенко. А Тихановская в то же время скорее представляет народ, и позиционирование проходит через такой нарратив того, что все заслуги общие, у нас горизонтальное общество, и мы все чего-то добились или находимся все вместе в какой-то не очень хорошей ситуации. Поэтому тут персоналистическое такое отношение к Лукашенко и более коллективное к особе Тихановской. Это будет один из последних слайдов, одна из последних частей. Мы посмотрели также на форматы контентов Телеграм и ТикТок. Какие выводы можно вообще сделать про именно форматы публикации, не форматы, скорее какие-то аспекты, связанные с постингом в Телеграме и в ТикТоке. Мы заметили, что в Телеграме достаточно часто происходят блокировки прорежимных каналов, даже во время нашего 12-недельного мониторинга блокировались определенные каналы. В ТикТоке при этом доминирует такое удаление контента, как формат, не знаю, реакции на политических оппонентов или что-то подобное. Мы до конца не можем сказать, что удаление контента в ТикТоке связано с жалобами, например, со стороны, не знаю, про демократических сил на прорежимных спикеров. Но заметно было, что какая-то доля контента в ТикТоке удаляется. И снова, возвращаясь к тем же хэштегам, к тем же ссылкам, мы уже не видим тех же самых публикаций, тех же самых видео. В Телеграме преобладает новости и аналитика, то есть мнение либо про режимных, либо про демократических спикеров. В ТикТоке форматы скорее другие. Понятно, они обусловлены структурой платформы, обусловлены работой с алгоритмами, поэтому там преобладают такие форматы, как ликбезы, разоблачения, исторические. И то, что я здесь назвала, как вчерашние новости, но условно там новость сегодняшнего дня не обязательно будет освещаться в ТикТоке, но очень вероятно, что там появятся какие-то видео с 2020 года, например, спустя три года. В Телеграме мы заметили сетевое распространение контента. Об этом уже говорили другие исследования, более обоснованно с технической точки зрения. Мы здесь это фиксируем как качественное наблюдение, что периодически кажется, что определенные нарративы, конкретные публикации параллельно появляются в очень-очень многих каналах, не только, кстати, про режимных, но и про демократических точно так же. И есть ощущение, что есть какие-то медиа-центры, через которые распространяются эти нарративы. В ТикТоке было очень много популярных хэштегов. Большинство популярных хэштегов это прорежимные хэштеги за Батьку или Лукашенко, и наиболее растущие из них, вот эти два хэштега, получили, например, плюс 500 миллионов просмотров за период анализа. То есть в течение трех месяцев я уже не помню, какой из этих двух, один из этих двух хэштегов получил плюс 500 миллионов просмотров. То есть, конечно, когда мы говорим про эти две платформы, мы говорим про совершенно разные охваты, совершенно диаметрально противоположные по охватам, наверное, цифры. То есть в Телеграме это намного меньше просмотров, в ТикТоке это просто сумасшедшие какие-то цифры, миллионы и триллионы. В Телеграме очень часто преобладало также в первую очередь про режимных спикеров, то, что я говорила, обсуждение повестки в других странах. Ну и в ТикТоке тоже, опять же, обоснованно алгоритмами, но мы заметили больше, более активное взаимодействие или реакцию аудитории на публикации. Много комментариев, много споров, много каких-то перепостов, точнее, дуэтов, как это называется в ТикТоке и подобное. Интересный момент, это просто уже на конец презентации. У демократических сил очень много старых видео про то, как вообще строилось демократическое сопротивление, через что проходили белорусы, ликбезы о том, что 20-й год не был первым годом протестов, такие исторические нарративы, истории про Бачу Бэфлаг и так далее. В прорежимном ТикТоке очень много, опять же, персоналистских видео и вот один из таких, один из интересных моментов, вот Коля Лукашенко стал таким новым крашем белорусского ТикТока. Очень много видео, которые романтизируют Коля Лукашенко, романтизируют его через фильтры, через какие-то кадры, в которых он определенным образом выглядит, предполагается, что, наверное, это привлекательные кадры и поэтому вот те, кто занимался непосредственно качественным анализом, отметили этот формат, как романтизация, романтизация определенных прорежимных фигур. Ну и, в принципе, выводов много, я по каждой части уже сделала выводы, но отмечу последнее, наверное, что в целом мы можем сказать, что белорусско-демократическое сопротивление онлайн достаточно многогранно, в нем есть и артикулированно политические инициативы, и медийные, и гражданские, с разными амбициями, и у них есть не только компетенции, но и такое видение, как имплементировать эти цифровые проекты, у них есть аудитория внутри страны, которая им доверяет и верит в их успех, как мы видели из опроса про демократическую аудиторию, при этом политическая ситуация требует не только креативных цифровых решений, но и каких-то идей, концептов, которые помогут инициативам найти новые способы объединения онлайн и оффлайн площадок вот этой вот выработки смыслов и идей, а также нишевых либо политичных, либо нейтральных, либо партизанских проектов. На этом я остановлюсь, приглашаю вас присоединиться к дискуссии, задавать свои вопросы и передаю, наверное, слово Наталье. Спасибо Леся за проведенную огромную работу и за представленные результаты. Да, у нас уже есть несколько вопросов в чате, а также от тех, кто регистрировался, я себе зафиксировала, но я знаю, что вы также пригласили экспертов Артема Шрайбана и Андрея Сушков, чтобы они прокомментировали отдельные части вашего исследования. Я думаю, что стоит сейчас как раз это озвучить. Леся, может, вы, пожалуйста, сориентируйте. Андрей, пожалуйста. Андрей, я думаю, что сам озвучит тему своей презентации, но я попросила Андрея подумать о том с технической точки зрения вообще, что бы могли делать еще инициативы политические и гражданские вообще в целом в цифровой сфере. Насколько используется этот потенциал? Андрей, пожалуйста, вам слово. Андрей Сушко, юрист. Меня слышно. Меня слышно, да? Да, слышно. Да, Леся, я вначале хочу сказать спасибо за приглашение, спасибо за это исследование, за взгляд такой сверху на цифровизацию, на всю ситуацию, на разные грани, потому что я, в общем-то, занимаясь вопросами цифровизации, занимаюсь достаточно узкой узкой частью, это цифровизация гражданского общества, цифровизация инициатив, рассматриваю это как, в большей степени, как перевод в цифру аналоговых процессов внутри организации и вне организации, то есть управление организацией, внутренний анализ данных, с одной стороны, а с другой стороны, взаимодействие с аудиторией, с другими организациями, с государством. Спасибо за вот, ну на самом деле, мне кажется, хорошее исследование для того, чтобы брать какие-то точки, пункты и развивать в разные стороны. Меня тут попросили поговорить, постараюсь достаточно быстро, буду рад вашим вопросам, пишите по ходу, потом можем ответить, я думаю, с коллегами в виде их чате. Я хочу поговорить про то, как цифровые инструменты недостаточно, может быть, используются, не используется потенциал цифровых инструментов гражданским обществом и какие есть точки роста. Я согласен в том, что в 2020 году у нас были, не только неожиданные для многих события политические, но рост цифровых инструментов или мы называем этот civic tech инструменты, цифровые инструменты гражданского общества, это была прямо волна инструментов, которые в тот момент отражали и смогли ответить быстро и эффективно на те запросы, которые были после протестов, во время протестов, вопросы с помощью пострадавшим и трансформирование, много-много других вещей, очень креативных. Сейчас же мы видим, что, к сожалению, подавляющее большинство этих инициатив, они или перестали работать, или утратили свою актуальность. И происходит какой-то спад в цифровой активности гражданского общества. В том числе потому, что есть определенные замедления, потому, что государство, как постоянный партнер, соперник гражданского общества, оно в каком-то смысле пропало. В том смысле, почему оно пропало? Пропало, потому что перестали существовать эффективные механизмы воздействия на то, как принимаются решения в государстве. Мы видим уменьшение количества, например, петиций, людей, которые подписывают петиции, людей, которые обращаются в государственные органы, потому что, во-первых, скорее всего, люди не верят в то, что возможно таким способом изменить что-то, и люди, может быть, еще и боятся. поэтому мы, наверное, сейчас имеем самый эффективный такой механизм цифровой, который мы имеем, это сборы помощи, сборы на помощь заключенным, сборы на помощь на деятельность каких-то организаций. Это самый понятный, самый простой способ людям участвовать в гражданской активности, просто финансово. Теперь больше про цифровизацию, непосредственно про то, как организации, я не буду говорить про политических акторов, потому что тоже было у тебя в исследовании, я не в той ситуации, которая сейчас сложилась, я не вижу каких-то большой активности, партии по рекрутации сторонников, или про потому что понимаешь, все лидеры были или арестованы, и активисты, и активистки были арестованы или выщемлены из Беларуси, и я вообще не сложно говорить, как цифровизация именно в политическом контексте отражается, но если говорить про некоммерческие инициативы НГО, какие-то сообщества, я вижу большой, ну, как бы, я не хочу критиковать, не хочу говорить негативно, но мне кажется, что потенциал использования на фоне того, что было в 2020 году, потенциал использования организациями цифровых инструментов внутри для организации, например, работы, ведения проектов, внутренней коммуникации, анализа данных, они недостаточно используются, как и внешние инструменты по организации коммуникации, сам, то есть есть классические медиа инструменты коммуникации, вы упоминали ТикТок, Телеграм, и все другие инструменты, но какой-то каких-то революционных или передовых инструментов коммуникации и выхода на аудиторию белорусской организации НГО, к сожалению, сейчас не используют. Как говорить про, а, вы вспоминали, вот я написал, про Координационный Совет как потенциальный интересный объект для цифровизации, я тоже хочу сказать, это, как, не знаю, прото-парламент, он позиционирует себя как прото-парламент или представительный орган, и на самом деле вокруг этого проекта было бы интересно, будут в ближайшее время выборы, посмотрим, как они организуют, организуют, во-первых, выборы, а во-вторых, как это будет в медийном смысле преподнесено, потому что это очень хороший способ для активизации людей, и очень хороший способ для того, чтобы вовлечь людей в демократические процессы, как ты говорила, поиграть в эти процессы, когда нет возможности влиять на государство, можно попробовать поиграть и поиграть, я так говорю, то есть попрактиковаться в этом с какими-то другими структурами. Я перейду сейчас к потенциалу на возможным точкам роста и раскрою еще одну свою сущность, одну свою шляпу. Я последнее время консультирую и работаю командой новой Белоруссии Павлом Либером и мы пытаемся продолжаем пытаемся выдумывать инструменты, создавать те инструменты, которые смогут в сегодняшней ситуации, в ситуации, когда активность и интерес к гражданской активности падает, мы пытаемся создавать инфраструктуру для взаимодействия белорусов, тех, которые находятся в стране, как в стране, так и вне страны. И, мне кажется, сейчас есть большой потенциал в том, чтобы объединять и агрегировать интересы тех людей, которые находятся вне страны, которые находятся в стране и создавать инструменты реакции на принятие решений демократическими силами или какими-то структурами с одной стороны, а с другой стороны, когда можно будет формулировать определенную повестку для этих структур и предлагать снизу определенные шаги. Мы в ближайшее время собираемся запустить инструменты по обратной связи для демократических структур, например, и сейчас запускаем инструмент по самоорганизации, по созданию сообществ для людей, для того, чтобы можно было создавать онлайн сообщества, где люди или организации смогли бы сами агрегировать свои интересы, идеи, собирать на это ресурсы и потом реализовывать. Например, как мы собираемся расширять в следующем году так называемый пилотный налоговый проект, который мы провели в Литве и Польше, где люди могли направить часть своих налогов в определенный фонд и после этого через демократическую процедуру решить как использовать эти деньги. Это был такой мне кажется достаточно удачный пилот, он похож на инструмент бюджетов участия, как проводится, который часто мы можем видеть в каких-то городах или в странах, когда люди сами могут решить самоорганизоваться и сами решить, как можно использовать свои ресурсы. Андрей, завершая, завершая, я просто скажу, я завершу тем, что иногда многие эксперты в этом исследовании говорили, что нельзя перевести в онлайн или циклевизовать те процессы, которых нету в оффлайне. То есть если нету активности, если нету каких-то процессов, нельзя их цифровизовать. С другой стороны, я думаю, я давно продвигаю такую точку зрения, что иногда, когда будет выстроена инфраструктура для определенных процессов, они могут влиять очень серьезно на всю систему. Например, пример с голосом в 2020 году, то есть когда достаточно простое техническое решение перевернуло ситуацию, которая была на протяжении нескольких голосований. То, что надо пытаться делать, это выдумывать интересные нестандартные решения и пытаться с помощью цифровых инструментов во-первых, объединять людей, во-вторых, давать им возможность участвовать в принятии решений и давать им возможность влиять на свою жизнь даже в этих сложных условиях. Андрей, благодарю вас за комментарий. У нас есть еще один эксперт, политический аналитик Артем Шрайбен, которого Леся также попросила прокомментировать некоторые части исследования. Леся, может быть, вы озвучите, какую именно часть вы хотели бы, чтобы Артем прокомментировал? В целом, я попросила Артема более критично отнестись к исследованию. На самом деле, я так понимаю, это отражает основную позицию Артема и поговорить про то, что было представлено в первой части исследований, про в целом реакцию на тезис о том, что цифровые инициативы могут как-то менять политическую ситуацию. Поэтому в целом про то, какое влияние цифровые инструменты имеют на сегодняшнюю политику и на будущую политику. Это был такой основной запрос Артем. Артем, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить Лесу за отличное исследование. Никакой критики сущностно к проделанной работе у меня нет быть не может. Выводы растекают из дизайна исследования, и я бы, наверное, чуточку, может быть, концептуально поопонировал в самой постановке вопроса про цифровой активизм, про цифровое измерение политического активизма. Об этом я скажу чуть позже. Начать бы я хотел с отсылок, вернее, с некого, может быть, такого тоже дискуссии по поводу того, что я услышал сегодня. И один из ключевых таких тезисов доклада, который Кристофер процитировал, состоит в том, что цифровой проект неэффективен в условиях кризиса идей. И вот прямо сейчас Андрей сказал тоже интересную мысль, что НГО недостаточно, вообще, в принципе, актор гражданского общества недостаточно используется правым инструментом, чтобы вовлекать людей. Все это, конечно же, правда. Эти два тезиса, безусловно, правдивы, но просто, на мой взгляд, они чуточку уводят нас в сторону от реальной, скажем так, на мой взгляд, реальной глубинной проблемы каких-то недостатков сегодняшнего дня, в том числе цифрового активизма в сегодняшнем дне и цифровых инструментов. Причина глубже, на мой взгляд, она в уровне апатии, демобилизации белорусского общества и нежелании связываться как с НГО, так и, тем более, политическими акторами несравнимо меньшего желания, чем было в 2020 году. И в такой ситуации кризис идей или кризис вовлечения людей в какие-то цифровые проекты это не первопричина проблемы, это следствие того, что белорусское общество по объективным причинам сегодня не представляет акторам гражданского общества или политическим акторам такого же запроса, как в 2020 году. Белорусское общество изменилось под действием репрессии, под действием разочарования, под действием пропаганды. И в этом смысле игнорировать это, игнорировать это и считать, что общество сегодня хочет ровно столько же идей, но у нас есть кризис этих идей, что общество требует какого-то вовлечения со стороны ЛГО, но мы не можем найти инструменты цифровые, чтобы до общества достучаться, мне кажется, неправильным взглядом на ситуацию. Никакое гениальное нестандартное техническое решение, никакие идеи не поменяют реальность, связанную с демобилизацией белорусского общества, которое выставляет намного более слабый запрос на вовлечение себя в подобного рода активности. Плюс нельзя игнорировать фактор того, что 2020 год был моментом максимального притока политический сектор. Соответственно, эти люди обогащали собой в том числе и способность третьего сектора, политического сектора к цифровым решениям. А сегодня мы видим отток обратно из третьего сектора, который продолжается уже не первый год. И в такой ситуации снова-таки перекладывать ответственность на МГО, которые переживают кадровый, ресурсный, разнообразный голод, и то, что они не смогли накреативить достаточных решений, мне кажется, неправильным путем и концептуально неправильным подходом к ситуации. Первая причина в другом месте. И переходя собственно к исследованию, я бы сказал, что из него я увидел, что для себя почерпнул, что есть таких три основных метода или формата цифрового политического или гражданского активизма. Три цели, которые может при таких уровнях, на которых он может существовать, это распространение информации и некая агитация, это мобилизация людей на какое-то действие, от крон-паннинга до протестов, до петиций, или в очень таком исключительном случае, можно спорить, что там является частью политической активности, прямое действие, то есть какой-то хактивизм, хакерство, саботаж, мы говорим о тиберпартизанах, конечно, этот пункт стоит в стороне, он уникальный достаточно для Беларуси, что мы его привносим в политическую такую повестку, но, скорее, это говорит про уровень нашей поляризации политической, но в целом первые два, они не являются чем-то уникальным для Беларуси, они не являются чем-то уникальным для авторитарных стран, они даже не являются чем-то уникальным для политики в целом, в том смысле, что цифровые, 100% сфер нашей жизни дигитализована и оцифрована, мы слушаем музыку через цифровые платформы, мы смотрим кино через цифровые платформы, мы заказываем еду через цифровые платформы, и политики в этом смысле или гражданское общество как сервис, они просто идут за людьми туда, где люди находятся сегодня, где люди сегодня существуют большую часть своего времени, пока они не спят. И в этом смысле является ли цифровой активизм чем-то самостоятельным, каким-то феноменом, или же это всего лишь этап эволюции просто политического активизма, и поэтому в белорусском кейсе при всех его особенностях нет ничего концептуально нового или значимого или достойного выделения, это для меня открытый вопрос. И для нас там разница между онлайн и оффлайн цифровой активностью, она лишь по сути в пропорции. То есть в сегодняшней Беларуси это, наверное, 99% это онлайн-активность и 1% оффлайн-активность. Если мы говорим о демократическом или оппозиционном лагере, 1% я имею в виду тех остающихся сморичаков в Беларуси, которые печатают листовки, печатают саммит дат, устраивают какие-то рельсовые войны и так далее, и так далее. То есть на 99% на сегодня это вот цифровые формы политического и гражданского участия. В диаспоре, наверное, процент оффлайновой активности чуть больше, политическая активность, которую тоже можно в широком смысле записать политическую, какие-то встречи, в том числе с диаспорой, в том числе какие-то акции на улицах. Поэтому здесь еще есть какие-то формы такие проявления оффлайн-политики. В 2020 пропорция была другой. Несмотря на более такую выпуклую роль цифровых инструментов, намного было больше оффлайн-компонентов. И в будущем, соответственно, я думаю, мы придем снова к тому, что цифровой компонент в активизме, в гражданской деятельности, он будет пропорционально меньшим, чем сегодня, несмотря на все новые потрясающие инструменты, которые появятся, потому что, все об этом говорили, я думаю, и эксперты, которых вы опрашивали, что все-таки изменения происходят в оффлайне. Так или иначе власть меняется в оффлайне. Если мы возвращаемся в политику, в сферу политического, то это так или иначе в конце концов нас приводит к вопросу о власти. И то есть рано или поздно цифровой активизм все равно как ему и должно будет над стройкой, над активизмом или гражданским участием оффлайновым. И переходя напрямую к вопросам, которые Летя мне поставила и сейчас, и перед перед нашей презентацией, о плюсах, рисках и возможных недостатках в процессе цифровизации продемократического движения, продемократических проектов. То есть в нашей ситуации отсутствие оффлайн-политики в Беларуси, по крайней мере, легальной, цифровое измерение активизма и политики это в любом случае позитивный феномен, потому что без него не было бы лучшей оффлайн-политики, просто не было бы никакой. Команды «Голоса новой Беларуси» или «Честных людей», они бы не занимались передачей листовок в Беларусь подпольными путями или, помимо, коктейлей Молотова, они бы просто скорее ушли из активизма в своем большинстве или там собирали деньги на жертв репрессий, которые уже переехали в Польшу и в Литву. То есть в этом смысле цифровое измерение активизма позволяет так или иначе добавить какую-то, простите за тавтологию, добавленную стоимость к любому уровню политического участия. И конкретные преимущества здесь уже много раз описывались, я, наверное, просто тоже для себя там их пометил, это возможность легче достигать адресатов месседжа, даже в нашей ситуации, больше доступных форм солидарности и мобилизации, которые доступны в цифровом пространстве, то есть чуть больше анонимности, чем в аналоговом и офлайновом мире, все-таки при сохранении какой-то цифровой гигиены, все-таки достижимой анонимности. Властям сложнее технически бороться с цифровым активизмом, чем технически это сложнее, чем разогнаться, даже расстрелять демонстрацию, все-таки, потому что требует какого-то креатива, каких-то технологий современных и властям тоже приходится делать над собой усилия, чтобы с этим справляться. Плюс для диаспоры и для диаспорального активизма, какого это по сути дает намного больше возможностей сохранения связи с протестным ядром внутри страны, чем у наших предшественников век тому назад. То есть условному Ленину было сложнее, чем нам сохранять связь даже со скукоживающимся, уменьшающимся ядром, политизированным ядром в Беларуси. И это тоже очевидный плюс цифровых методов активизма и политического участия. Есть еще один нетривиальный плюс и он может прозвучить чуточку цинично, но на мой взгляд это тоже важно. Благодаря вот этому палитре и пестроте цифровых и других оцифрованных, скажем так, активностей и активистских структур, гражданских структур, сохраняются команды, дается какая-то занятость людям, которые бы иначе ушли из гражданского активизма в, не знаю, в Uber или обратно в IT-сект. То есть так они хотя бы сохраняются в движении и с большей вероятностью включатся в него в момент, когда перемены станут возможны внутри страны. Пусть даже эффект прямо сейчас от деятельности многих из этих цифровых или полуцифровых платформ и других инициатив, он не настолько заметен, он сохраняет актив людей в движении. Это, на мой взгляд, тоже важный актив. Особых рисков в нашей ситуации, если честно, если переходить к рискам и к каким-то минусам, возможно, я особых рисков не вижу, кроме понятных рисков безопасности из-за такого ложного ощущения анонимности или просто такого банального, уж простите меня за этот ненаучный термин разболбайства, которое мы видели в случае с «Черной книгой Беларуси» и других ситуациях со сливом персональных данных. И единственное, о чем я хочу сказать, это о будущем, и с этим я буду завершать, что в ситуациях большей динамики политической внутри страны, в оффлайновом, скажем так, пространстве, я допускаю, что может возникнуть риск распыления энергии акторов, политических, гражданских акторов на менее эффективные методы борьбы из-за того, что люди привыкли к существованию в онлайн-пространстве и к работе в онлайн-пространстве. То есть мы можем увидеть, к сожалению, гиперболизацию акторами, акторами перемен, эффекта от цифровых решений и от цифровых возможностей и игнорирование или недостаточного внимания к оффлайновым формам активности, без которых власть не поменяется, без которых политические изменения в стране не настанут. То есть условно, если очень упрощать эту мысль, то вместо того, чтобы готовить, я не знаю, палатки, медикаменты, громкоговорители или там собирать дружины для охраны лидеров протеста, мы будем собирать на голосе миллион кликов в поддержку петиции к, не знаю, Наталье Качановой. Вот это, мне кажется, один из таких долгосрочных рисков увлечения знакомыми и комфортными такими диванными форматами цифрового политического участия. И, увы, я видел в 2020 году элементы вот такой фетишизации цифровых методов борьбы при недостаточном внимании к оффлайновым методам. То есть даже нашим очень любимым лидерам протеста, всеми нами любимыми и уважаемыми, и многим казалось, достаточно показать народу в том числе цифровыми методами, что у него украли выборы, а дальше все как-то само собой соберется в победу. И причем элементы этой близорукости они были даже когда протесты уже были в разгаре. В августе, в сентябре и даже в октябре продолжалось некое упование на знакомые такие надстроечные, на мой взгляд, то есть не поверхностные, именно надстроечные цифровые механизмы мобилизации с игнорированием элементов оффлайновых. И я просто надеюсь, что 2020 год нас всех в том числе и научил этому, что решение более базовых политических задач, таких традиционных, классических, если хотите, уличных или кабинетных, но тем не менее оффлайновых, не должно заменяться или подменяться лишь фокусом на цифровой настройке. Я на этом закончу, спасибо большое. Артем, благодарю вас за комментарии. Уважаемые спикеры, пожалуйста, сориентируйте, есть ли у нас еще 5-10 минут на вопросы-ответы. Уважаемые участники и участницы, если у вас еще есть комментарии, вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью и задайте их нашим спикерам. У нас были вопросы в чате, но я видела, что Леся отвечала на них. Я думаю, что мы, наверное, не будем сейчас тратить время на озвучивание, но я зачитаю тот вопрос, который мне кажется важным и который оставлял журналист при регистрации на мероприятие. И, мне думается, он касается всех спикеров, я буду рада, если кто-то из вас прокомментирует, а может и все прокомментируют. Как вы думаете, насколько эффективно для белорусских властей признавать независимые продемократические платформы, например, Голос, Новая Беларусь и прочие такие платформы экстремистскими? Есть ли какая-то эффективность для таких действий режимов? Как вы думаете? Кто бы мог прокомментировать? Леся, вы? Да, я очень коротко прокомментирую. Для них, конечно же, эффективно. Почему нет? Присуждая статус экстремиста, есть легальное обоснование для того, чтобы задержать человека, для того, чтобы испугать авторов инициативы и для того, чтобы снизить активность и потенциальное влияние этих инициатив на общество. Поэтому, мне кажется, с точки зрения автократического гайда по тому, как вообще нужно подавлять общество, наверное, это эффективно. Спасибо, Леся. Возможно, есть еще дополнительные... Да, Андрей, пожалуйста. Да, я могу добавить, это очень простой способ применить репрессии к тем людям, которые внутри страны, да, потому что сам факт чтения, да, уже, да, даже какого-то экстремистского ресурса может дать основания для уголовного дела и достаточно серьезного срока. Если в финансировании какая-то помощь, то еще более серьезные последствия. Ну, тут важно сказать, что сам этот концепт экстремизма, да, он выдуман в Беларуси, в России, в странах центральной, не существует такого в юридической правозащитной сфере понятия экстремизма. Есть violent-экстремизм, есть насильственный экстремизм и терроризм, да, а этот экстремизм, это, он больше был выдуман для борьбы с инакомыслием. Такой простой инструмент находить основания для преследований. Андрей, спасибо. И у нас есть еще один вопрос в чате, он касается повестки НГО, негосударственных инициатив, некоммерческих инициатив и организаций. Интересно, что, несмотря на все это, сохраняется интерес к курсам по правам человека, гражданскому образованию и другим тематическим таким курсам. Причем, как онлайн, так и оффлайн. Может быть, кто-то из экспертов мог бы прокомментировать этот момент? Ну, могу попробовать. Мне кажется, что если вдруг ваш комментарий касался моего скепсиса в отношении публичной мобилизации, массовой мобилизации белорусов, то я думаю, что противоречия здесь нет. Мы говорим просто о разных масштабах интереса к гражданскому активизму и к другим проявлениям третьего сектора. Я говорил о сотнях тысяч и миллионах человек. Я думаю, что столько заявок не приходит на курсы по гражданскому образованию и другим правозащитным каким-то инициативам. Но то, что в ситуации, тогда запрещена политическая активность, а люди, у которых все-таки сохраняется запал, склонность к активизму в целом и к какому-то участию, к какому-то горизонтальному взаимодействию, к политическому образованию, что они будут конвертировать свой нереализованный запрос на участие в политике через больше интерес к курсам, больше интерес к белорусской идентичности, больше интерес к истории, больше интерес к гражданскому образованию, для меня достаточно очевидная история, поэтому я слышу от многих людей. Я помню это, например, 10 лет назад, после, что называется, зачистки 2010-2011 года, тоже был абсолютно ренессанс всех образовательно образовательно таких развивающих курсов, инициатив, семинаров, тренингов, а потому что люди хотели, люди жаждали этого в отсутствии реальной политики. Я думаю, что сегодня это примерно похоже к истории на стероидах, потому что, понятное дело, что никакой другой активности в Беларуси быть не может. Благодарю, Артем. Возможно, у Леси и Андрея у вас есть еще что добавить по этой теме? Я, может, небольшой комментарий с премьером, да, я говорил про налоговый пилотный проект, который мы проводили в Польше и в Литве, и тут интересно, что большинство из тех людей, которые участвовали в этом проекте, они раньше не были, то есть это не активисты, это новые люди, которые или давно, или недавно переехали, это те люди, которые хотят быть причастными хотят быть причастными к какой-то активности, да, пускай будучи в диаспорах, новые люди, это первое, и второе, да, у нас выиграли два проекта, которые чисто культурные, в Литве это Белорусская библиотека, в Польше это портал по белорусской истории на английском языке, и на белорусском, в том числе. Я про то, что, вот, не знаю, там, я у Артема слышал немного туда скепсис, я, наверное, патологический оптимист, это помогает мне как-то в своей деятельности. Мне кажется, что чем могут помогать сейчас технологии, это создавать или механизмы, инструменты, или точки концентрации людей, точки активности людей, для того, чтобы в Белоруссии люди не уходили в полное уныние, да, за границей люди, которые переехали недавно, не уходили только в свои личные, семейные дела и не растворялись в странах, да, то есть тот активизм, которому помогают цифровые инструменты, это в том числе поддержание белорусского сообщества, поддержание своей идентичности, поддержание какой-то общности, не знаю, если так можно сказать, и выражение того, что люди до сих пор интересуются ситуацией в стране, до сих пор участвуют, например, у нас был, помните, пару месяцев назад был марафон солидарности, где было собрано больше полумиллиона евро, долларов, это тоже вот хорошая такая точка, которая показывает, что интерес еще есть до сих пор, люди активны, люди согласны участвовать, пусть там через донаты. Спасибо. Андрей, у нас есть еще один вопрос в чате, я вот даже не знаю, как правильно его прочесть, чтобы смысл не потерять, возможно, все-таки, Ольга Симашко, возможно, вы хотели бы голосом озвучить свой вопрос, чтобы спикеры его правильно, корректно поняли и корректно прокомментировали. Пока Ольга не отвечает, я озвучу вопрос, он написан на белорусском языке, будем надеяться, что мы его правильно поймем. Как вы оцениваете, как вы оцениваете потенциал личбовых технологий? Я к альтернативу под ликом голосов в режиме идти тому же одному окну. У период выборов в Беларуси, под ликом голосов Беларуси по всем свете до помоги на местах. Накольки гэта можлива и можа успрыматься як политичный капитал? Ну, давайте, напевно, я откажу на это пытание. Я думаю, что мы все зрозумели, конечно, это пытание в сенсу мовы. Можно толковать его з розных боков, калі мы поглядим на детали. Я сфокусуюся просто на этой деталі пра под ликом голосов. Я бачу себе это так, что под ликом голосов это адзін самых добрых политичных нагодов, добрые политичные нагоды, яка можа выкарастовыць, дзелі 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 таго, как имплементаваць ліжбава инструменты. Таму, што адым з эффектывных инструментов ў 20-м годзе, ў 20-м годзе аккурат и был голос падлі голосов, там, дзе выкарастовыліся, я нагадаю, не толькі прикладанні, не толькі чатботы, але, таксабы, нейросетка дзелі аналізу, выкарастовыліся инструменты верифікацій, то, бух, пасуднасті, навад, в умовах, дэмократычных рэжымах, электронный падлі голосов, гэта нормальная справа, яна не вельмі популярная, таму, што ёсць сваі хибы, і таму, мінавіта празгаты хибы, мінавіта празтое, што дагэтуль, амалювесь свет голосуе традиційным спосабам, я думаю, што пры приходзі новы улады, варта сконцентравацца ўсё ж такі на традиційных выбарах, але, калі такога проводзіць некая голосавання, ну, то ліжбова прастора з'являецца якбы вымушаным сродкам, да, у якім, умежах якога мы проводзім вось розныя голосавань. Таму, потенціал ёсць, на сёння ён, гэта не потенціал, гэта адзіная махчымасць, а на будучыню, я думаю, што варта заховаць прыгожу традицію, традиційнага коласавання, прыходы на участки, може быть, некими элементами ліжбовізацій, ліжбові падлигу. Дзякуй, Леся. Андрей, я бачу, у вас таксама ўключэнный микрофон, не? Артём? Я бы, наверня, мог дадаць. Я думаю, што варта таксама тут думаць пра раальну ступень мобілізація, яка сёльня ёсць ў беларускім армасты, про то, што я казал, і калі ў нас ў 2020 годзе на пікі гэтай мобілізацій ў полас даслалі сваі бюлютэні, здаецца менш за мільйон чалавек, так, і чакаць, што сёня, на сёняшніх, калі мы кажам пра сёняшніх выбары ў Беларусі, так, спроба зарабіць альтернатывны падлиг голосоў, яна навратця ангажуя больш за некалькі тысячаў, ці десяткаў тысячаў людзей, накалькі гэта будзе карыстныя дадзінае ў сэнсе фіксацій, фасіфікацій, ўліч, ўчы асабліў, што там парламентская кампанія, напрыглад, дзе ўоглі па кругах, і мы там па башам, ну не ведаю, процэнт з некай округі, які нам даслалі или уголад даслалі сваў дзеў, про што гэта нам скажа, а гэта невідавочна, але ёсць рызыкі звязаные з тым, што демонстрація такога малэнькага ўдзелу, яна можа лёгка стаць пропагандыцким нарратывам пра тое, што башацця, колькі людзей, якбы, карыстаюцца гэтмі опозіцівнамі праладамі, ў таму я думаю, што варта замахвацца таксама на і браць сэбе некую планку чакання, больш-менш адпавядаючым сёнішніму стану грамацкай мобилизациў. І калі вы просто пастаўте сэбе нералістычну мэту на кампанію, што вы зможыце зараз даказаць красифікацю ці там праў ялкі на парламэнскіх выбарах пра ўласті адно акно, гэта мне здаец утопія, але выкарыстовуваць гэта инстытуцю гэта инструменты для альтернатывных выбаршых кампаніў, то вы таксама узадалі ў свэм пытанні про кранцынную раду гэта гдалей, ну гэта просто адзіная опція, іншых нелла. Вы не зможыце больш-менш эффекты нарханізаваць выбаршые участки гэта ў Польшы ў літве гэта 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 выдаткаюць някакіг адзіна свэго часу, каб прагласаваць за списы фракцый ў карданцынной раду. Благодарю, Артём. Я перейду ўже на русский язык. Я вяжу, што всё-таки, да, ўнас ўже совсем лимит времени исчерпывается. Новых комментариев вопросов вроде бы больше не поступают. Да, и сейчас коллеги из фонда Фридриха Эберта поделились ссылками на обновлённую английскую версию. Тогда, я думаю, что мы будем завершать нашу презентацию. Я благодарю всех участников и, в первую очередь, спикеров и отдельно Лесю за проведённые исследования и за подробные и важные комментарии по исследованию, а также всех участников и участниц, которые задавали вопросы и комментировали отдельные моменты. Скажу ещё, что ссылки на подробные результаты исследования на русском языке и на английском мы обязательно вышлем после презентации. Вы получите их всех на электронный адрес. также как мне подсказывают коллеги из фонда Фредериха Эберта будет запись нашей встречи и она будет размещена на ютюб канале пресс-клуба пресс-клуб Беларусь. Как только будет размещена мы в том числе отправим вам ссылку чтобы она у вас была. Коллеги возможно у вас есть какие-то завершающие слова или моменты которые вы хотели бы ещё озвучить прежде чем мы завершим. и на связи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok